Намаскарам, Сангуру. На телефон доверия для курящих стало поступать большое количество звонков от желающих бросить курить. Несмотря на благие намерения, им физически очень трудно бросить курить из-за пристрастия к никотину. Что вы посоветуете тем, кто борется с этой привычкой? Это не я. А эксперты в области медицины говорят, что среди заразившихся ковидом курильщики умирают первыми. Это должно им помочь. Я не хочу показаться жестким. Я не какой-нибудь моралист и не говорю, что вы должны бросить курить. Для меня это даже не вопрос морали, как у некоторых. но действовать против собственной системы бессмысленно. Другое дело, если вы находите в этом какое-то удовольствие и поэтому курите, тогда все в порядке. Решайте сами. Но, по-моему, самая большая проблема заключается в том, что в жизни вы попадаете в зависимости от простых вещей. По-моему, в этом большая проблема. В том, что вы курите, нет большой проблемы. Вы делаете что-то компульсивно. В этом большая проблема. Потому что вы отказываетесь от эволюционных преимуществ, которые присущи человеку, от того, что вы ко всему можете подходить осознанно. Вы совершаете выбор в пользу компульсивных поступков. Ради моды или чтобы получить удовольствие, простое удовольствие от своей жизни. Вам нравится табак? Вам нравится курить? Я не стану вам мешать. Я только хочу сказать, что не стоит отказываться от эволюционного преимущества, потому что природа и Мать-Земля трудились миллионы лет, чтобы привести вас к такому уровню сознательности, осознанности, интеллекта и мозгу такого размера. В то время, как люди напрягают мозги, чтобы понять, как делать автомобили без выхлопов, вы все еще продолжаете дымить. Если вам хочется покурить, потому что вам это нравится, пусть будет так. Я не стану до такой степени вмешиваться в вашу личную жизнь. Ваше желание бессмысленно, но и не обязательно во всем искать смысл, все в порядке, но вы компульсивны. Потому что миллионы лет эволюции просто пропадают для вас впустую. В буквальном смысле превращается в дым. Теперь вы спрашиваете, стоит ли вам отказаться от курения? От чего здесь можно отказаться? Если из ваших ушей идет дым, вам следует обратиться к врачу. Внутри вас что-то горит. Но вы вдыхаете дым, а затем выдыхаете его. Это не лечится. Вы просто должны принять решение. Вы можете только принять решение. Потому что вы увидели рекламу с сигарет Мальбора и подумали, что быть настоящим мужчиной, это значит курить. Нет, нет, у меня нет гендерных предрассудков. Женщины, конечно, тоже могут курить. Почему вы думаете, что курить могут только мужчины? Нет, нет. Вы тоже можете быть глупыми. Быть глупым — это не только привилегия мужчин. Это право есть у всех. Вот только глупость принимает множество форм, причиняя вред разным жизням. Но самая основная глупость заключается в том, что ваш выбор — это причинять боль этой жизни, хотя и так хватает физической боли и многого другого. вы все равно выбираете вред для этой жизни. Это происходит не по вашему выбору. Возможно, вы начинали по желанию, но через какое-то время это превращается в одну большую компульсивность. «Я хочу бросить курить», «Я хочу бросить курить». Не делайте так. Если вы заставите себя отказаться от курения, то начнете совершать другие безумные поступки. Однажды Шанкаран Пилай выходил из офиса. И его коллега, молодая женщина, попросил его, «Не могли бы вы подвезти меня до дома?» Он сказал, «Да». Как джентльмен, он предложил ей руку и открыл дверь. Они поехали. Когда показался пустынный участок дороги, он остановил машину и внезапно стал как осьминог. Это значит, что у него было восемь щупалец. И он был на ней повсюду. Она толкнула его и сказала, «Дурак, я села в твою машину, потому что думала, что ты порядочный человек. А ты что делаешь?» Он сказал, «Прости, прости. Просто я бросил курить». Вы не должны принуждать себя. Если вы начинаете понимать, что автобус, у которого сильные выхлопы, это нехорошо, что автомобиль с выхлопами, это нехорошо, то эволюционные автомобили все еще находятся в этой точке, когда им все равно приходится дымить. Не все из них стали электрическими. С позиции эволюции автомобиля выпускать дым это все еще нормально. Мы работаем над созданием автомобиля без выхлопов. Но это все еще привычная вещь, потому что эволюция автомобиля еще не подошла к такому уровню, когда они будут ездить без выхлопов. Но нас самих эволюция избавила от выхлопов очень давно. Наше тело выделяет углекислый газ. Такова его природа. Но теперь вам хочется вдохнуть угарный газ или что там у вас. Вы просто должны понять, что это глупо. Если вы понимаете, что что-то глупо, вам не нужно будет от этого отказываться. Оно само уйдет. Прямо сейчас вы чувствуете, что... Вы думаете, что это очень умно так поступать. Особенно, когда вам было 14-15 лет, вдыхая дым, вы думали, что совершаете что-то значительное. Сколько бы вам ни было сейчас, если вы понимаете, что поступаете глупо, то вам не нужно бросать это. Эта привычка просто покинет вас, потому что вам не нравится быть глупыми. Я это знаю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok